здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги журналисты борис слуцкий здравствуйте борис и павел маргулян здравствуйте павел умрем но в армию не пойдем вот под таким лозунгом в израиле проходят демонстрации ультра ортодоксов которые вызваны принятием закона о призыве назовем его так кратко потому что не совсем закон о призыве но мы сейчас об этом поговорим точнее это еще не закон он признан принят в первом в первом чтении это уже много он прошел комиссии поезд принят в первом чтении осталось его принять во втором и третьем и судя по всего по достигнутому балансу в коалиции оппозиции скорее всего он все-таки будет принят для тех кто не в курсе буквально два момента основных из-за чего собственно говоря сыр бор и что подразумевает этот законопроект который должен стать законом итак главный пункт закон предусматривает снижение на двухлетний период возраста освобождения от призыва для учеников ешиф очень важный показатель потому что это от этого зависит когда именно будут призываться учащиеся ешиф далее закон предполагает установить плановые показатели по набору в армии ультра ортодоксов и наконец закон предполагает сократить финансовую поддержку ешиф это учебные заведения для ультра ортодоксов если не будут достигнуты вот эти самые плановые показатели по призыву там еще есть какие-то пункты но они не так существенны коллеги у меня сразу к вам первый вопрос один на двоих сколько лет я занимаюсь в израиле журналистской деятельностью столько я помню что вот надо добиться призыва ультра ортодоксов в армию одни законы законопроекты сменяли другие были разные предложения в зависимость того какое правительство входило ли в это правительство ультра ортодоксов или не входили и так далее так далее можно долго все это перечислять и на ком-то этапе все перестали вообще обращать внимание на это законопроекты считая что это некий такой политический жест любого правительства которое должно обязательно создать свой законопроект который все знали что он не будет прият а если будет принять в усеченном виде то не будет выполняться сейчас мы имеем дело с тем же самым борис думаю что да думаю что да потому что никакой мы прекрасно сегодня знаем потому что обычно с неким опозданием на все таки возникает статистика что даже то малое число ортодоксов которые должны были призываться по предыдущему закону все равно не призывались и армия наоборот вынуждена преувеличивала количество призывников для того чтобы отчитаться что вроде как не она в этом виновата и ведь среди многих и многих проблем которые существуют в этом вопросе одна из главных что для армии призыв ультра ортодоксов огромная главная боль столь огромная что пока ни один из начальников генштабов не смог с ней разобраться ее решить потому что для них требуется особый кашрут потому что они отказываются служить в войсках где существует женский призыв а он как известно у нас существует везде и во многом израиль гордится тем что это первая армия где все происходит абсолютно на паритетных началах и даже недавно было если вы помните принято решение об увеличении количества женщин на высших командных ставках и так далее поэтому решать этот вопрос думаю что на данный момент невозможно потому что он является маленькой маленькой частью очень большого вопроса внутри государства существует как бы другое государство живущие по своим законам это особенно четко было видно во время вот эпидемии ковида что ребят свои начальники что раввин главнее начальника генштаба премьер-министра начальника полиции так далее и пока это будет существовать и пока эти люди не будут нужны реальной армии потому что еще современная армия все-таки движется по пути максимальной профессионализации военнослужащих люди закончившие ультра ортодоксальные школы а потом даже ультра ортодоксальные ешивы как мы знаем не учат математику не учат английский уж тем более нечего говорить о физике и прочих вещах которые необходимы современные военнослужащие даже в звании рядовых очень часто воюют на компьютерах которые те никогда в глаза не видели и соответственно а уж даже если вдруг предположить что нам понадобится хотя надеюсь никогда то самое просто грубая пехота которая вот должна своими телами что-то закрыть ножка сожалению спортивная подготовка этих ребят такова что они ну никак ну будем надеяться что не понадобится я тоже надеюсь павел тот же вопрос только в догонку а может быть это надо признать один раз что это просто недостижимая цель ведь лозунг умрем но в армию не пойдем он это не пустые слова отчасти ну признать это никто не может потому что это противозаконно скажем так закон в израиле есть всеобщей мобилизации всеобщей службы можно вместо закона призыве признать закон закона не призыве но пока но тогда это будет нарушение того закона как бы одного из основных законов государства поэтому как правильно отметили что каждое правительство делала вид что она пытается с этим что-то сделать приблизить общество к выполнению этого закона значит но я согласен с борисом что общество довольно как мне кажется под по тому шуму информационному там по той реакции довольно пессимистично смотрит на реализацию этого закона потому что давно живут много виден да да но мы много раз видели в израиле боев политических за какое-то продвижение в сторону мобилизации молодежи ортодоксальной которая не чем не кончалась а иногда бывало делали шаг вперед и два шага назад вот так воевали с этим с этой проблемы значит но здесь должно пройти как минимум два этапа который я вижу во первых если посчитать количество законов которые приняты нашей стране в первом чтении и которые остались замороженными в политическом холодильнике лежат там до сих пор в этом первом чтении я думаю что это будет не меньше чем законов которые прошли окончательно все стадии и даже после того как если его примут и в окончательно во втором и третьем чтении надо будет посмотреть на его реализацию потому что я у меня давно сформировалась мнение к политикам и принимаемым законам что не столь важно важно но не столько в как какой закон принято как его реализуют как реализуются всевозможные комиссии которые нас задаются для расследования тех или иных там дырок в в израильском обществе как реализуются законы и так далее поэтому давайте вот надо дождаться этого момента когда количество мобилизованных ортодоксов начнет расти потому что мне тоже слабо верится я думаю мы с борисом не единственные в обществе люди которым слабо верится что это начнет расти потому что совершенно не верующие мы да да потому что у них есть свои командиры которые к армии никакого отношения имеет и для них важнее что скажет раввин чем кто-либо вообще на этом свете поэтому не допустим для меня вот эти демонстрации с лозунгом которые простили умрем мне в армию не пойдем я называют лозунг другой умрем на закон выполнять не будем в этой стране где это видно как это может быть у нас это пожалуйста бывает когда этот законопроект только обсуждался на заседаниях кнессета на одном из заседаний кнессета выступил арии дэри недавно как известно снова осужденный хотя и символически но это сейчас к делу не относится дэри уже больше подходит осужденный вот и он крикнул одному из представителей арабской партии рам которая входит в коалицию и от мнения которого тогда в общем то зависело будет принят пройдет закон это или не пройдет в первом чтении он сказал что если они проголосуют смысле арабские партии арабские депутаты проголосуют за этот закон то шасс тут же подаст законопроект о том что вся все арабское население должно служить в армии вопрос кстати не праздный помимо как бы политической клоунады которая была там устроена он не праздный потому что одним из самых главных пафосных доводов политиков которые ратуют за призыв ортодоксов является то что справедливость должна быть для всех вот не может быть чтобы вот наши дети служили в армии говорят они сторонники такого закона а вот дети ультра ортодоксов не служили почему это почему мой ребенок через три года только после окончания школы пойдет в вуз а вот его ребенок сразу пойдет вешиву прошу прощения да но это действительно смешно но возникает вопрос они то в общем то не правы потому что действительно получается что не только ультра ортодоксы не служат в армию у нас есть значительная общая часть общества в виде израильских арабов которые по сложившейся традиции не по закону а по сложившейся традиции в армии не служат так где же тогда справедливость для всех это понимаешь миша это безусловно так и я считаю что это большая ошибка но ошибка совершена не сегодня а там со дня создание государства израиль когда в общем решение тогдашнего руководства не стали призывать в армию арабское население и до сих пор когда периодически встанется вопрос что это надо делать объясняется это тем что не мы боимся какое влияние на этих арабских подростков и как же это им раздавать на руки оружие ну во первых как мы очень хорошо знаем давно и особенно в последние годы оружие в арабском секторе столько сколько не знаю если в царе поэтому тому кому из них нужно оружие его легко достает без каких бы то ни было проблем это действительно ситуация которая отчасти неразрешимая как неразрешимы многие наши проблемы потому что ребята если вы голосуете за то что хотя в государстве живет там почти четверть населения нееврейского при этом вы голосуете за то что это еврейское государство и так далее то вы должны отдавать себе отчет если вы объявили себя основной нацией этого государства вы должны нести основные тяготы этого государства поэтому более того я считаю что это не разумное решение потому что думаю что если решить поставить себе задачу можно решить вопрос как что должно происходить с этим оружием ровно так же как и с ортодоксами а с арабской молодежью еще сильнее армия во многом является очень социализирующим институтом и люди не проходящие эту социализацию как бы с юности там с каких-то своих 20 лет автоматически выпадают из массы государственных задач государственных проблем государственных продвижений и там правильно это неправильно нет неправильно возможно ли сегодня это сделать ну я не вижу воли него какого нашего политического руководства также не думаю что те же лидеры арабских партий дружно и весело скажут да конечно пусть идут в армию думаю что этого не скажет то есть проблем настолько больше чем тут выигрыш который возможен но не сразу в общем на довольно большой дистанции то я также не верю что кто-то может этим серьезно заняться как и закон о призыве ультра ортодоксу павел вот армейские опубликовали связь с этой дискуссии поводу закона о призыве свою статистику который есть достаточно парочка очень таких любопытных моментов в армию призывается сегодня 69 процентов от всех военно обязанных мужчин от всех почти 70 процентов 17 получают освобождение так как изучают тору на ежедневной основе 17 не 6 9 или с тех нет нет всего 17 всего 17 не право то есть вы в сложности 88 куда девается еще 12 процентов ну мало ли там есть освобождены по сынским соображением там еще есть и так далее так далее возникает вопрос допустим будет принят во втором и случится чудо как ты сказал не угодит этот законопроект в политический морозильник и будет принят он и станет законом какую выгоду на ваш взгляд получит государство от этого виде может быть пополнение армии или социализации этих людей вот этих самых ультра ортодоксов которые пройдя армию может быть будут более вольются как бы в наши трудовые резервы будут платить налоги и так далее так далее это с одной стороны плюс с другой стороны вы хоть и радио журналист но журналист и знаете что миром сегодня правит а я газетный но я тоже как и вы знаю что миром правит картинка вот если представить себе в новостях как будут одевать наручники и тащить по асфальтом этих ультра ортодоксов в армию армейская полиция то вот где плюсы и минусы где они перевешивают на ваш взгляд для для меня перевешивает закон для всех фраза одинаково по поводу значит так мы только что говорили извините я перебью мы только что говорили как раз борисом о том что я для всех нет выше со мной не говорили а извините я считаю что для арабских юноши тоже найти над варианты какой-то службы у нас есть полно вариантов альтернативной службы где может быть им не служить с оружием в руках и так далее есть варианты к это зависит от призывника нельзя человеку по его национальной принадлежности на мой взгляд сказать вот ты получишь автомат а ты швабру у нас почему потому что и еврея это и по закону о призыве нельзя да у нас получается что можно если можно человека по национальной принадлежности не брать в армии то можно найти решение для того чтобы не давать ему оружие в руки здесь много вариантов но это неправильно в этом плане арьедери прав что если вы давите на ортодоксов мы начнем протаскивать закон против арабы почему почему эти не должны служить если должны наши там учащиеся решить значит но все эти вопросы как мне кажется они не решаются они настолько вросли корнями в израильское общество что их нельзя решать принять решить принятием законов надо договариваться с лидерами этой общины случае ортодоксов с раввинами находить какие-то компромиссы чтобы раввины понимали что этот процесс идет и единственное что они смогут сделать это смягчить как-то этот процесс в том понятии которое они понимают и то же самое может быть и с арабскими лидерами каким потому что арабов как вы знаете ситуация их политические лидеры в кнессите всячески противятся вообще любым разговорам на то чтобы брать в армию согласно анонимным вопросам многие ну многие не могу говорить ну что нет статистики точной но часть изра и арабской молодежи в израильских граждан хотят служить потому что это социализация потому что есть вот такая вещь у нас очень многие важные структуры министерские какие-то важные государственные или около государственные предприятия когда публикуют объявление о том что требуется там есть такая строчка после службы в армию эта строчка отсекает арабов и во многом ортодоксов это скрытая скажем так дискриминация вроде бы ничего нету просто там требуется определенные данные у человека но это дискриминация этих людей и это закрывает им путь для продвижения какой-то конечно же есть среди них мне кажется иди арабу даже больше чем среди ортодоксов желающих служить в армии и найти альтернативные варианты должны но разговаривать силой мы не возьмем ничего потому что нас ортодоксов миллион или больше это слишком большая масса чтобы всех их тащить на ручниках там тюрем не хватит и участков там полицейских то есть надо вести диалог с лидерами и этой и этой общины чтобы они понимали что это неотвратимо но они могут как-то смягчить эту неотвратимость для для своей паства скажем так если мы говорим о политиках вот то есть процесс должен быть наверное двойной не только законы но и договариваться компромиссы какие-то должны быть но в эту сторону должны двигаться конечно вот у нас правительство используешь то что у него там на один голос больше при голосовании она начала продвигать этот вопрос это вообще как говорят это baby бенни ганса нашего министра обороны это для него был важнейший закон но я надеюсь что он как-то потому что я не слышал какого-то особо ожесточенного противодействия этому закону политиков ортодоксальных там они мне кажется начинаете больше и больше понимать что их приверженность к бениамин натаньягу сейчас им начинает дорого стоить все больше и больше принимает вещей в буквальном смысле этого и в и в и буквальном тоже которые и поражают их скажем так по отношению к тому положению которое было при правительствах натаньягу и было же уже в отношении одной общины бельзы по-моему которые сказали что мы готовы ввести обязательные науки для изучения этого же нам увеличили бюджета ешив то есть это вот тот путь рублем то что называется давить и шекелем придавить еще окончательно много путей есть когда при желании можно как-то продвинуться вперед коллеги спасибо этот за этот разговор и рискну предположить что мы еще не раз будем возвращаться к этой теме которая в израиле уже по сути дела стала вечной на этом все напомню что со мной в студии были мои коллеги и журналисты и павел маргулян и борис слуцкий всего доброго